Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз Янис Юрканс у нас в студии. В особом представлении не нуждается. И повод, что есть самый подходящий для прямого эфира. Совсем недавно на сегодняшний гость вернулся из Уфы. Международная конференция. Очень большой представительский форум, посвященный международной безопасности. Я так понимаю, под эгидой и Совета безопасности России. Об этом обязательно поговорим. Естественно, затронем и все актуальные международные события. Действительно, может быть, несколько слов об этом форуме. Вы мне до эфира сказали. 180 стран было представлено? Да. Географический охват большой. 180 стран. Я был на форуме позапрошлом году. Там было 90. И интересно, что несмотря на антироссийские настроения на Западе, было где-то порядка больше 20 стран из Европы. Я насчитал 11 стран НАТО. Почему такой большой интерес к этому форуму? Потому что повестка дня – интересная гибридная война, развитие кибертехники, киберпространства. И речь о том, что, в принципе, пока в мире царит в этой сфере большой хаос. Это все равно, что ехать по улице, и нет светофоров, и нет правил уличного движения. Вот в этой сфере тоже пока организация юных наций не выработает какие-то правила, под которыми подпишутся все большие страны и маленькие. Порядка не будет. Почему сегодня нет такого порядка? Потому что недоверие – это ключевое слово. Сегодня царит очень большое недоверие между странами. Американцы не верят русским, русские не верят китайцам, китайцы не верят ни другим. Ну, если так, утрируя. В принципе, самый большой важный вопрос – это доверие. В то же самое время, скажем, я говорил о том, что несмотря на антироссийские настроения на Западе, политики понимают, что без России не решить ключевые вопросы, о которых говорилось на форуме, это, конечно, угроза ядерной войны. По-прежнему, кстати, не миновала. Не миновала. Экологическая катастрофа, которая вот-вот-вот надвигается. И, конечно, гуманная инженерия. То, что все больше и больше развивается медицина, и все больше человечества в опасности, ибо вот эта инженерия, она может довести мир до больших, серьезных катастроф. Вот еще хотел спросить, не знаю, насколько это затрагивалось на конференции, но это важно. Нет такого у вас ощущения, что, ну, не знаю, там, Европа, по крайней мере, ну, или Запад, условно говоря, в принципе, вот западный эстеблишмент, за исключением, может быть, некоторых, устал от этих санкций, потому что, ну, 14-й год на дворе уже, 19-й год конца, и края этому не видно, эффекта они не дали, если говорить откровенно, да, вот, ну, нет такого усталости у политического бомонда от этого вот экономического противостояния. Я говорил, были представители 11 натовских стран, которого раньше не было, и больше 20 европейских стран. Почему? Потому что без России, без Китая, без США не решить самых актуальных мировых проблем. Хотя бы если взять сотрудничество США и России, это стратегическая безопасность в мире, Китай и США – это экономическое развитие, экономические рынки, экономическая безопасность, ну, а Россия и Китай – это, в общем, и то, и другое. Поэтому есть это понимание, и поэтому делаются шаги, серьезные шаги в сторону России. Я… мы заговорили о ПАСА, и я думаю, что это очень наглядный знак, что… – Постановление полноморочной российской делегации, да. Те страны, которые понимают важность, важность, чтобы Россия была, чтобы была политика включения, чтобы люди понимали, чем Россия дышит, какие политические настроения, какие политические тенденции в России. Поэтому Россию приняли опять в ПАСА. Ну, те, которые не понимают важности России на международной арене, ну, те проголосовали против. – А вот как такое может быть? Потому что, с одной стороны, вот здесь был недавно Совет Государственного Балтийского моря, да, мы… вроде бы сигналы давала латвийская сторона, и наш министр иностранных дел, что, ну, давайте диалог, там, межправ комиссии. С одной стороны. И в то же самое время тут же наша делегация говорит о том, мы вообще в знак протеста, там, будем бойкотировать, уедем. Принимает какое-то заявление. Как это все согласуется? Это что, правая рука не знает, что делает левая? Как это вообще все происходит? – Я считаю, что в Латвии царей довольно большой политический хаос. – Всюду, да? – Ну, во всех сферах. Но если возьмем хотя бы парламент, если мы возьмем нашу банковскую систему, если мы возьмем это самое, налоговые службы, как они орудуют, я думаю, что вот как-то Латвия сейчас на каком-то перекрестке, я не знаю, и если в парламенте нет серьезной фракции большинства, если они между собой дерутся, если они между собой обзываются, и мы знаем, какие там царят настроения, то, ну, о чем мы можем говорить? Если в комиссии по иностранным делам сидят люди, которые не ведают ничего из внешней политики, они читают, может быть, местные газеты, но эти люди, они не смотрят широко, они не смотрят в завтрашний день. А завтрашний день это не будет, это, скажем, полигон, аты же, танки и пушки. Это гибридная война, это кибервойна, это, ну, скажем, на форуме говорили, рассказывали специалисты, что каждый год киберпреступники воруют из банков всего мира примерно столько денег, сколько один американский бюджет, триллионы воруют. И пока нет вот этих правил, о которых мы говорим, наверное, им очень вольготно и легко воровать и делать свои преступления и все остальное. Ну, и потом еще, если взять гибридная война, насколько она влияет на экономическую ситуацию в какой-то стране, на политическую, на, в основном, на политическую, скажем, мы это очень хорошо знаем, да. Поэтому, если бы так поездить, послушать, какие науки развиваются, как современные науки уже начинают познавать твой мозг, о чем ты думаешь, какие твои настроения. Если раньше, скажем, КГБ могло знать, где Юрканс находится, с кем он общается, то сегодня техника позволяет уже войти в мои мозги и узнать меня более глубже, чем, может быть, я даже сам себя понимаю. Поэтому об этом надо думать, и это завтрашний день, я думаю, об этом надо думать тем, которые составляют школьные программы, программы вузов. Так что мы будем жить совершенно через лет, там, 10-20, совершенно в другом мире. А вот интересно, вообще, как вам показалось, я понимаю, что у вас было общение и с высокопоставленными российскими деятелями, по-моему, и с секретарем Совета Безопасности России, господин Патрушев. Вообще, российская власть готова к диалогу с той же Латвией? Потому что, как вам показалось? Думаю, да. Думаю, да. Вот в беседе со мной я получил такое понимание, что ощущение, что, да, мы открыты, мы хотим сотрудничать со всеми соседями. Он рассказывал, как эстонцы начинают ломать лёд. Те же поляки, кажется, что... Казалось бы, да. Казалось бы, но все равно. Потому что диалог нужен, да? Ну, да. Тем более, мы видим, что творится в Европе. Да? Какова Европа? Я думаю, вот эти страны, бывшие в соцлагере, тоже понимают, что их же всё время отталкивают от каких-то ключевых позиций в Европарламенте. Да? Вот Европарламент, Брюсселя. Ну, кого там из наших назначили? Там Франция, Бельгия, Италия, Германия, Германия. Вот кто будет новой председателем Еврокомиссии, мы же понимаем, да? Да. Которая вообще раньше не фигурировала как бы как кандидат. Раз, и ниоткуда. Да, да. Ну, то, что... Председателя Европарламента тоже раз, из Италии. Не было там никого из Восточной Европы. То, что две женщины, мне это нравится. Я думаю, что... Я думаю, женщина, она более политически такая взвешенная. Ответственная, да, я бы сказал. Я думаю, ответственная больше. Тем более, вот, мама немка, мама семьи и детей. Да. Она же будет комиссаром. Ну, председатель комиссии, Еврокомиссия. Ну, вот. Думаю, что под ее эгидой, думаю, может быть, будут какие-то серьезные перемены в бюрократическом аппарате в Брюсселе, и мы это почувствуем. Я не знаю. Были бы больше женщин в Римской Думе, но она не была бы такой ситуации, об этом чуточку попозже. Нет, я знаю, знаешь, вот если так, я думаю, надо было бы такой закон изменить Конституцию, что 50% женщин. Надо все-таки, да, чтобы... Да, 50% женщин, 50% мужчин. Я не думаю, что женщина бы посылала наших ребят на безответственную войну, скажем, в Афганистан или в тот же Ирак. Думаю, никогда. И думаю, что больше денег было бы на развитие демографии, социальные нужды. Ну, так, хочется надеяться. Хочется надеяться. Вот интересно, что сейчас президент России, кстати, прибыл как раз в Италию, и накануне карьера ДССР он дал большое интервью, и там у него спросили такой вопрос, я вам хочу задать, и не настало ли пора для каких-то новых Хельсинки-2, потому что вот тот хаос, который вы неоднократно говорили в нашем эфире, ну, не видно, чтобы ситуация как-то улучшалась. Ну, для всего этого нужно вот это ключевое слово доверие. Ну, как сегодня можно получить американское доверие, доверие американцев или доверять американцам, если они все время употребляют какие-то санкции против России, вроде за какие-то преступления, которые не доказаны. Потом еще и торговая война с Китаем и так далее, да? Ну, да, и уход со всех предыдущих договоров по торговле. Я думаю, что если Трамп получит еще четыре года право руководить Америкой, я думаю, они уйдут из НАТО, потому что Америка видит совершенно иные способы защиты, и вообще вот технология, военная технология, она развивается такими шагами, человечество не успевает за всем этим. Представляешь, вот сейчас начнут производить киберроботов. Ну, дрона мы знаем, на что способны. Да, уже сложно с ними справиться, да? Да, киберроботы, это же, ну, скажем, атомную бомбу, чтобы сделать, ну, втихаря не сделаешь. Не сделаешь, да. А киберробот запросто, киллер-робот сделать запросто. И что такое киллер-робот, и что, какие чудеса он может натворить, это отдельная передача, и это надо показывать, показывать на экране. это всего из-за реальности, да? Ну, знаешь, самое, вот, мы говорим о развитии техники, самое, вроде как, этот процесс не остановить, да? С другой стороны, он порождает очень серьезную проблему, например, на этой же конференции говорили о том, что вот эти технические новшества, очень многие люди потеряют работу, ну, скажем, супермаркет у тебя, и у тебя люди сидят за кассой, но кассы больше не нужны, эти люди выходят на улицу, они не нужны, они не безрабочие, но они не нужны, потому что... А зачем? Все технологии все заменило, да? Да, это не то, что раньше, там, в 19 веке люди бастовали, и у них был экономический рычаг, потому что, ну, рабочая сила нужна, а сейчас эти ненужные люди, и таких будет все больше и больше. Как их занять? Чем занять? Эти ненужные никому люди, они все-таки имеют право голосовать, и, наверное, будут новые Трампы, новые человечки с усиками под носом, которые будут обещать, что они повернут вспять все колесо развития, но этого же не будет, но я, может быть, рисую слишком мрачную картину, но это вопросы, которые надо сегодня решать, надо думать об этом, что мы будем делать с теми людьми, которые будут лишними, и потом еще вот это социальное неравенство, что порождает развитие технологий. Ну, скажем, медицина развивается, мы тоже знаем как, да? Если я богатый человек, я могу, ну, скажем, я оглох, купить себе аппарат, или пойти за полчаса сделать операцию простаты, или там заменить почку, или какой-то бедрный сустав. Только деньги. Только нужны деньги. Все заменят почти. И такие люди будут, которые имеют деньги, и это будет уже определенная элита. И вот это элитарное общество, это тоже большая опасность. А что будут делать те, которые нет средств, не могут? Вот это расслоение, к чему оно приведет? Извини, я, может быть, это опять, знаешь, слишком все омрачено, но я думаю, громко думаю, что будет с нашим миром, где мы живем. И я говорю об этом гласно, потому что об этом надо думать. Тем людям, которые ответственны за государство, за образование, за медицину, потому что это то, что я сейчас говорю, это не сказка, это уже началось. Абсолютно. И главное, что мы же еще недавно не могли себе представить, что может там и расплачиваться, прикладывая мобильный телефон к этому аппарату или с помощью карточки не вводя код, только приложив. То есть технологии идут так быстро, что мы даже не можем себе представить, что завтра может быть. Я сегодня читаю, что Samsung говорит, что через 5 лет вообще не будет уже мобильных телефонов. Что будет, я не знаю. Но что-то будет. Что-то будет. И то, что еще вот сказано, например, там показывали фильм, вот ты смотришь телевизор, в Уфе на конфиденции, и ты в другом конце сидит дядя, и он видит, как ты реагируешь на то, что ты видишь. Или же это какие-то сцены, или же это игра актера второго плана, первого плана. И, соответственно, делаются какие-то выводы. Ты понимаешь, вот эта манипуляция нашим сознанием, к чему это приведет? Кто будет этим всем управлять, этими знаниями, этими, мы говорили о том, что раньше КГБ знало, где я нахожусь, с кем встречаюсь, а сегодня они уже будут знать, что я думаю. Что я думаю, если я вижу, что по телевизору выступает какой-то начальник государства, скажем. Какие мои политические настроения? Опасные режимы, все это можно будет видеть. Еще завершая эту тему конференции в Уфе, удалось ли что-то посмотреть в Башкортостане? Наверное, все-таки большинство наших радиослушателей до Уфы не добирались, в лучшем случае Москва, Питер. Как там? Ну, я не путешествовал по стране, но сколько я видел, и фильм очень красивый край. Это же подножие Урала, очень богатая фауна, и разных минералов, и нефти, там все есть. И как это чувствуется? Вот это чувствуется на дорогах, лежит асфальт, как бильярд. То есть, скажешь, может быть, это Потемкина деревня, там, где была конференция. Ну, я разговаривал с людьми, люди говорят, и видно по зданиям, видно, какие мечети они строят. Пухожено все, Видно, что вот этот край, он при деньгах. Еще что-то будет продолжение у этой конференции? Каждый год. Эта конференция каждый год, это была десятая конференция, и я говорил, что на восьмой конференции было 90 стран, сейчас 180. Почему? Потому что все понимают, что такое неучастие в конференциях, где обсуждаются вопросы безопасности завтрашнего дня. И проблема в том, что, скажем, богатые страны, они могут диктовать какие-то условия, они, те, которые производят новые технологии, и все эти гибридные установки, и кибер, все с такой, но они не могут, эти бедные страны, они понимают, что они в зависимости, но они хотят знать, они хотят знать, потому что у них тоже есть банки, у них тоже крадут деньги, ну и так далее. Ясюк, у нас в студии, не переключайтесь, во второй части поговорим и о делах домашней, о латвийской политике. Микс Ньюс. Я не срокус на студии, самое время от внешнего, внешних вопросов перейти к внутренним, внутренним вопросам. Не могу вас не спросить, как у человека, которого давно в политическом процессе были министры иностранных дел, про таков, знаете, вот эта вот история с инаугурацией господина Левица, он еще не стал президентом, а шума на дело много, но многие обратили внимание, что вообще непонятны критерии, кого приглашают на эту инаугурацию, на прием, кого не приглашают, во-вторых, многих удивило, что те, кого приглашают, те, приглашают одних, то есть, ну, безусловно говоря, мужей и жен, я ничего подобного в мире не припомню, чтобы на государственный прием не приглашали, как бы, ну, супругу, вторую половину, или я что-то не прав? Ты прав. Это атовизм, есть такое слово, и я диву даюсь, почему ему никто не подсказал, что так делать нельзя, но и вообще, если посмотреть список гостей, например, он не пригласил тех людей, которые проголосовали за независимость 4 мая. 90-го года. 90-го года, и он сам писал преамбулу всему этому, и заявление А как это могло быть? Он бы не был президентом, если бы не было 4 мая 90-го года, я извиняюсь. Да, я думаю, там столько много людей, которые ему помогали, и он же был, благодаря тем людям, стал министром юстиции, тех он оставил на улице. За что, почему, чем он руководствовался, почему нужно, если так уж пошло мало места, почему всех депутатов приглашать, за какие услуги случайных людей, разных артистов, клоунов приглашать, у которых нет никакой заслуги перед отечеством, если так разобраться. Поэтому вот этот момент, он мне очень непонятен, тем более, если места мало, ну, сделай в межопарке, или еще где-нибудь, но, и вообще, библиотека, это правильное место для такого мероприятия, я тоже не знаю. Как-то все это, мне кажется... Извини по такому, это, по-моему, очень странно, да? Я думаю, что, я знаю этого человека очень хорошо, и он хороший юрист, и я думаю, что он будет честным президентом, но он не политик, в этом вся проблема, он юрист, он будет стараться держаться за бук, за конституцию... А он действительно национал-радикал, или он просто хороший политик? Он никогда не был радикалом, я думаю, что его выдвигали национал-радикалы, потому что он всегда говорил те вещи, которые написаны в Сатверсме. И которые хотели услышать они? Они хотели услышать, но потом он говорил какие-то слова, и им самим непонятно, что такое национал-радикал, да? И что такое нация? И все это было вроде как сказано очень грамотно, нет, действительно очень грамотно, и понятно только ему, и еще некоторым людям, которые знают международное право. А здесь все подумали, что если нация, это только латыши, скажем, да? А может, он не это имел в виду, да? Он взял книг в сторону националистов по вопросу образования, да, скажем, да, надо все школы, чтобы переходили на латышский язык, но перед войной, если так разобраться, ты мог получить основное образование, по-моему, ты изглый, и ты на семи языках. И все было в порядке? И все знали латышский язык, потом в средней школе, университетах. Никаких проблем не было. Никаких проблем. Но ты имел такое право. Это такой характер Латвии, такой расклад здесь, население и все остальное. Почему такое нельзя сделать? Ну, тут я понимаю, что он же знает историю, я полагаю, но это был такой книгсик в сторону. Он знает, какая погода во дворе, на дворе сейчас, да, политическая? Он правый, очень правый. Да, очень правый. Он это знает. Ну, и, наверное, приспосабливается. Ну, вы не считаете, что это большая неудача избрания господина Левица? То есть, вы так пессимистически на это не смотрите? Я думаю, что он будет аккуратным, честным президентом, будет держаться устава, как слепой стены. Ну, это так образно, так Суворов учил своих солдат, не держащих уставок, как слепой стены. Но Левиц будет держаться, потому что, если вы смотрите, слушаете его интервью, он все время держит в руках вот свою Библию, Конституцию, и вот он цитирует. И, наверное, правильно знать этот документ и все остальное, но он не понимает, что он должен будет подписывать законы, которые пишутся людьми, которые неграмотные в юриспруденции. Что он будет делать? Ну, он один нас отбросит, ну, сделает поправки, но эти же переголосует, и он должен будет подписывать, потому что, если этот поступил на второй... Такие полноморочие президенты, да. Так что, думаю, что, в общем-то, посмотрим. Посмотрим. Да, вот зато мы сейчас можем наблюдать за более драматической ситуацией в Рижской Думе. Вас что-то там удивляет? Ну, такой политический кризис, который сейчас в историческом самоправлении, я такого не припомню. Я не знаю, припомните ли вы. Я... Мне больше всего сердце болит за согласие. Да, вот я хотел об этом поговорить. Я думаю, что Нелушаков, он, в принципе, взорвал. Взорвал партию и сам ушел. Вот бросил мину, как в кино, и сам поехал в Брюссель. А эта мина, значит, что согласие потеряет власть в городе. И, думаю, потеряет на очень долго. То есть, Нелушаков о том, что сейчас надо потерять, что в 21-м ее вернуть? Ну, это он может так мечтать. Это же то, что он говорит, я буду в Брюсселе бороться за интересы Рижан. Ну, это надо очень не знать, чем занимается Брюссель, чтобы говорить. Ну, может быть, тетя Маня в Зилу поверит ему, потому что вот это ее любимчик. Но, в принципе, это же все ерунда. И почему надо было отдать националам власть? Почему надо было все это взорвать? Почему вообще в согласии происходит то, что непонятно? Ну, как бы там ни было, Россия всегда была нашим другом, партнером и так далее. Соседом. Сосед, с которым мы во всех программах писали, что надо строить добрососедские отношения. Были даже с партиями. Я когда-то с Яблоком подписывал договор с Явлинским, Ушаков подписывал. С Единой России, да? Да. Ну, хорошо. Это все вчерашний день, скажем. А где ты договор, кстати, оборудовался? Ну, Россия же есть. И Россия, я уже говорил о том, что без России не решить ни одной мировой глобальной проблемой. Почему Целевич? Вот вроде как очень умный, образованный человек, знающий. Почему он выступил с такой антироссийской речью, я не понимаю. Что он утром не то съел? Ну, как так? Ну, если у тебя нет фактов, есть только мнение, ну, может быть, эти мнения оставь при себе. Политику на таком уровне, на такой трибуне надо больше оперировать фактами, а не мнением, которое он получил от какого-то дяди. Я сомневаюсь, что это его личное мнение таково. Потому что он, в принципе, умный человек. Ну, вот куда уже занесло согласие? Мы уже становимся антироссийской структурой. Ну, куда больше? А что делать с этим? Нужно, что делать? Новых лидеров. Что вообще делать? Как вам кажется? Я понимаю, что очень тяжело давать как бы сразу совет, но поскольку, я думаю, наши радиослушатели помнят, что вы стояли в истории. Я могу процитировать одну деталь из книги, которая Дозорцева, другой Юркенс. Да. И там он говорил, что после какого-то наших выборов, где мы не очень хорошо выступили, мы начали в своем бюро передвигать мебель. И уборщица говорит, что вот я когда-то работал в борделе, там не мебель, там девушек меняли. Да, да, да. Так вот, мой такой длинный ответ, наверное, надо девушек менять. То есть, что-то надо делать более существенное, да? Нужны люди, которые понимают. Понимаешь, вот жить сегодняшним днем, смотреть на свои рейтинги и думать, как улучшить рейтинг или быть ответственным перед партией, которая все эти годы была самая большая, самая крупная партия. Я думаю, что избиратель согласия очень обидится и не поймет Целевича и голосования против России в ПАСА. И не потому, что, понимаешь, в прессе пишут, что вот там из-за денег. Но, опять-таки, я вот поездил по миру, я вижу, что Россия нужна, какая бы она ни была. Россия нужна для решения глобальных проблем. Что, у нас они не затронут, эти глобальные проблемы? Что, у нас это все минует? Да, кстати, по поводу глобальных проблем, вот мы знаем, что сегодня, по-моему, или вчера, вчера президент России подписал фактически решение о выходе из договора о ракетах средней и малой дальности, но это тоже очень серьезно всегда. Я понимаю, что реагирую на действия Соединенных Штатов, но по существу вот мы возвращаемся в такую обстановку, возможно, гонки вооружений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что опять нет доверия вами. И вопрос, как достичь этого доверия на международной арене? Через дипломатию. Думаю, что дипломаты должны сегодня работать больше, нежели они работали когда-либо. И народная дипломатия это наши депутаты, которые должны понимать нашего соседа и не против России, а помогать России во всех этих проблемах, которые... И там их немало, да? Но выступать против России и идти не в ногу с Европой, в принципе, мы шли... Латвийская делегация шла не в ногу со всей Европой. Но если... А вот такой известный режиссер, бывший владелец телевидения, Рис Экис, недавно выступал, по-моему, по ТВ-24, и он сказал, ай-яй-яй, Путин опять на коне, там Крым забыт, все забыто, его это очень испугало. А может быть, это и есть просто реал политика? Ну, политика не его предмет, я понимаю, что он не понимает большую политику, он не знает глобальных проблем, он человек искусства, и, наверное, делает свое искусство, неплохо, я не знаю, но думаю, что политические такие заявления безответственны, но он же не избранник народа, у него частная фирма, сказал, ну и что, ну кто-то опубликовал, каждый может что-то сказать. Но на самом деле эти процессы намного сложнее, чем друг, враг, белое, черное. Ну, опять-таки, если разобраться, ну вот, Ж-20, да, ОСАГО. Да, вот я как раз хотел об этом. Почему, почему, почему Россия там, почему, ну если уж Россия такой злодейный, исключи ее тоже оттуда, из этого форума. Но это уже люди не делают, потому что опять-таки понимают, что, а как решать основные стратегические проблемы. И не только в Европе, между прочим. но в мире, во всем мире. Как решать вопросы торговли с Китаем и развитие экономики и все эти вопросы. И самое главное, это, наверное, вопрос экологической катастрофы, которая все надвигается и надвигается. Я употребляю слово катастрофа, но это я слышу, употребляют ученые, и все предупреждают нас о том, что она надвигается, и надо сегодня об этом думать. Но проблема, знаешь, как в чем? Вот я помню, Макарон, он выходил говорить с своими восстующими людьми и говорит о том, что вот надвигается катастрофа, а люди им отвечают, а у меня катастрофа в конце месяца, я не смогу заплатить то, то и то, и как совместить вот эти большие глобальные проблемы, которые надо решать каждый день с политическими проблемами. И тут опять мы возвращаемся к тому, что это очень хорошая почва для разных популистов. Это правда. Наверное, успеем принять один звонок, потому что очень много звонков. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, господин Юрков, нужны ли вам возражения или нет, не знаю, но мне вот интересно говорить с людьми, которые возражают. Вот смотрите, вы говорите, доверие, когда оно было с начала прошлого века, первая, вторая мировая война, недоверие постоянное и такое враждебное, ждать сегодня его, но это просто, ну не мне говорить вам наивно, вы умнейший человек. Спасибо большое, вот такая реплика, действительно ли было недоверие? А как без доверия решить вот эти проблемы? Тогда, в те времена, это не были первая мировая война, да, мировая, но не глобальная, катастрофа, даже вторая мировая война не была катастрофой. Я говорю о атомной войне, о атомном оружии, я говорю не о распространении ядерного оружия, а об экологии, климатические изменения, и они же вот-вот. Я понимаю, что трудно, я бы тоже, наверное, задал такой вопрос, а как вы добьетесь доверия, что нужно? Ну, другого способа, как дипломатии, нет. Только через дипломатию, шаг за шагом, ну, в 89-м году Рейган и Горбачев договорились все-таки о каких-то вещах, и серьезных вещах. Оказалось бы, что это невозможно. Невозможно, потому что еще в 83-м году Рейган говорил, что Россия, это империя зла, но он же сел за один стол с представителем этой империи, Горбачевым, и они договорились о очень серьезных вопросах разоружения. Даже сегодня в Рейкявике ты можешь увидеть перед этим зданием, вот мой друг один был, говорит, что еще есть такая плита, где все это написано, хотя само здание такое уже запущенное, но все равно историческое. Плита есть, да. Последний вопрос, такой очень, может быть, непростой, а чего добивается господин Трамп? Потому что такое ощущение, что Трампов очень много, вот он приехал в Осаку, на упомянутый вами G20, там поговорил с Путиным, там как-то все в юмор превратил, типа там Володя, не вмешивайся в наши выборы, тот тоже посмеялся, и вроде бы все в порядке, вот оно доверие, казалось бы, вот уже два лидера, сидят, обсуждают, потом вроде приезжают обратно, и так уже не первый раз, и все начинается по-новой. Ну, надо же брать во внимание, что в Америке началась предвыборная кампания, конечно, он же не может перед Россией кланяться и говорить какие-то правильные вещи, потому что в Америке царит антироссийское настроение, поэтому Трамп будет играть в такого мальчика, который будет вроде готов наказывать Россию, хотя он и понимает, что надо, без этого нельзя, но поскольку его интересуют больше домашние проблемы, America first, как он говорит, остальное вроде как его избиратели не интересуют, потому что избиратели интересуют, чтобы у него была работа, а работа у него есть, и все лучше и лучше, и больше и больше, потому что Америка закрывается, парадокс, вроде весь мир раскрывается, потому что глобализация идет, а Америка наоборот, а она вроде как закрывается, ну, надолго ли закроется Америка, и какой будет исход выборов в президенты, я не знаю, посмотрим. Посмотрим, по крайней мере, я думаю, что у Трампа есть шанс избираться, еще на 4 года. то, что сейчас видно, что рисуют, вроде как да, потому что всегда избирали на второй срок президента, у которого были хорошие экономические показатели, у Трампа вроде как они очень хорошие, и вроде как вот такие, он делает такие популистские шаги, вот смотрите, он вступил на землю Северной Кореи, год тому назад он обзывался, и лидера обзывал, а сейчас вот друг и вроде, вот он такой человек, он такой бизнесмен, он может один день нахамить, а потом он, слушай, ну, не понимаешь, это же политика, да, ты же старик, давай будем заключать, потому что, ну, ну, я хотел Иран наказать там, вышли из какого-то там соглашения о ядерном оружии, тогда, ну, не сработало, Европа против этого, ну, наверное, отступит, да, ну, говорит Европе, что нельзя северный поток строить дальше, ну, наверное, Европа не слушается, наверное, не будет слушаться, похоже, что это, ну, что он скажет, ну, да, он скажет, ну, да, мы экономические конкуренты, но по НАТО мы партнеры, когда такое было, что вот по НАТО мы партнеры, экономические конкуренты. Никогда. К чему это все приведет? Я не знаю. Хороший вопрос, я думаю, никто не знает, и самое печальное, что не знает сам господин Трамп, если вообще такие вопросы его волнуют. Я и Силканц у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо вам.